Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос будет звучать довольно просто. Никак. До вашей мамы никак нельзя донести, что вы уже выросли. Это, к сожалению, невозможно. Невозможно никак. Почему это невозможно? Потому что ваша мама, она всегда воспринимала, воспринимает и будет воспринимать вас как репинку. К сожалению. Просто потому что она вот такая. И на мой взгляд, на мой взгляд, если вы действительно хотите быть со своим молодым человеком, если вы действительно хотите проводить больше времени вместе, если именно вы хотите проводить больше времени с ним, то реакция вашей мамы это, собственно, последнее, что должно вас как-то волновать и беспокоить. Потому что кроме беченства, мама больше, как я понял, ничего вам не делает. Ну вот. А если вы хотите, чтобы она одобряла как-то, ну вот, то, что вы делаете, то здесь, к сожалению, ситуация такова, что она не одобряет и вряд ли она должна одобрять то, что вы делаете. Вот. Поэтому я думаю, что вот, если вы готовы к тому, чтобы стать взрослым, например, если вы готовы к тому, чтобы самостоятельной быть уже, да, ну вот сейчас, на данный момент, если вы готовы к этому, то я полагаю, что разрешение вашей мамы вам не нужно. Вы можете сказать ей о том, что мама, я очень люблю тебя, я уважаю твоё желание меня защитить, я уважаю твоё желание оберегать меня. Ну, я уже взрослый, и если я не буду делать того, что я делаю, то я буду чувствовать себя несчастный. И повторять это нужно снова, и снова, и снова, и снова. И только если вы будете это повторять, только если вы будете это делать, то есть, ну, делать то, о чём говорите, то только в этом случае у вас появится возможность действительно донести до своей мамы, что вы уже выросли. Столько поступки, эм, столько действия, и никаких слов. Чем больше вы, эм, чем больше вы говорите с ней об этом, тем больше вы пытаетесь объяснить ей, тем больше вы пытаетесь доказать ей, тем больше она чувствует, что вы не уверены. Вы не уверены в том, что вы делаете. И если она чувствует, что вы не уверены в том, что вы делаете, то она будет на вас давить. С другой стороны, при наличии действительной неуверенности в себе, при наличии действительного сомнения в том, что вы делаете, то есть если недовольство вашей мамы вас как-то содевает, раздражает, эм, ну, как-то ещё, вот. Если ситуация складывается так, то, на мой взгляд, в этом случае вам необходимо уже обратить внимание на себя. То есть, эм, посмотреть, всё ли вы делаете правильно, всё ли вы делаете верно, посмотреть на то, соответствует ли происходящее тому, как вы видите свою, ну, тому, как вы видите свою, ситуация тому, как вы себе её представляете, да. То есть, вот, молодой человек уходит в армию, а вы хотите быть с ним, проводить с ним больше времени. Ну, вот. Эм, значит, ну, вот как вот вы считаете это то, что вы должны сделать? Вот. 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 Вы считаете это тоже то, что, эм, ну, идёт от души? Если да, то сделайте и ни на кого не смотрите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эм, дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...